Случайные величины, средние значения, родительность. Если есть несколько вариантов, 1, 2 и так далее, 1, 1, каждый из которых происходит с вероятностями, то говорят, что задано конечное вероятностное пространство. Каким условиям удовлетворяют числа 3 и так далее, 2 и так далее, 3 и так далее, 3 и так далее. Я сейчас приведу пример нескольких вероятностей пространства, нескольких случайных величин. Мы у них посмотрим, чему равно среднее значение, посмотрим, что такое у них дисперсия, ну и постепенно привыкнем к этим темам. Поехали. Первое определение, что такое среднее значение. Если случайная величина принимает здесь значение x1, здесь xn, то среднее значение, так называемое min l, назначается m, вот это самое случайное величине, да, это по определению, такая вот, то есть уходит, имеет отношение к известному из младших классов понятию среднее альфиматическое. Очень просто. Представьте себе, что все пэшики равны между собой и равны, соответственно, одной n. Тогда получится, что здесь везде стоит одна n, и среднее значение это просто сумма, деленная на n. Так что, когда вы слышите про среднее альфиматическое из альфиматическое, то вы на самом деле занимаетесь просто очень-очень частным случаем вот этой вот задачи. Согласны? Что у вас просто все пэшики равны одной и той же величине, равны одной n. Хорошо. Что такое дисперсия? Почему она очень важна? А вот почему. Представьте себе случайную величину, которая принимает с вероятностью 1,2 значение минус 1 и тоже с вероятностью 1,2 значение 1. Представьте, чему такой случайной величины равно ожиданию? С вероятностью 1,2 значение, чего она ожидает? Нулю. Нулю. Объясняю, почему. Потому что надо взять 1,2 умножить на минус 1. Еще надо опять взять 1,2 умножить на 1. Ну, то есть, проще говоря, 0. И 1, минус 1 разделить на 2. Ноль. Так? А теперь представьте себе случайная величина, которая принимает не значение 1 и минус 1,2, а значение 1000 и минус 1000. Ну, все равно. Ну, это что же не. Все равно то же самое, что же вы. А вот теперь представьте себе, что вы в реальной жизни имеете дело с этими двумя величинами. Как вы считаете, они похожи или все-таки они на самом деле сильно не похожи? Как вы считаете? Они не похожи. Они не похожи. Почему? Потому что в итоге получаются. А? Потому что в итоге получаются. В итоге, в итоге, в итоге, в итоге, получается, но он получается по-разному. Представьте себе, что вы иногда, так получается, что зарабатываете в день 1000 рублей, а иногда тратите 1000. Это одна жизнь. Другая жизнь. И вы иногда зарабатываете рубль, иногда тратите рубль. Понимаете, что это все-таки разумные люди. В одном случае у вас количество денег будет чуть-чуть-чуть меняться. Правильно? На работе, да? А в другом случае, вот представьте себе, что вы 10 раз подряд заработали. Раз, у вас уже 10 еще вредило. В одном случае. И всего лишь 10 в другом. Понимаете? В принципе, нужно каким-то образом научиться говорить такую простую мысль, что эта величина далека от своего среднего значения. Или она достаточно близка к своему среднему значению. Понятно? Так вот, и дисперсия отвечает именно на этот вопрос. Каким образом ее определяют? Очень пристаньте. Надо взять среднее значение. В данном случае это можно решать. И после этого от него отсчитывать величины, но возводить в квадрат. Зачем возводить в квадрат? Потому что отрицательное число в квадрате все равно положение. Понятно, да? Правда, вы сразу скажете, а почему нельзя брать модуль? Казалось бы, если вас интересует отклонение, то отклонение вообще-то это модуль. Так? Поэтому разумный человек должен бы в качестве дисперсии брать не то, что я сейчас сказал только что, а брать вот что, взять нашу случайную величину, из нее вычесть среднее значение, понятно, да? Взять модуль и от этого взять среднее значение. Во-первых, давайте я формулу напишу, что это такое будет. А во-вторых, объясню, почему с этой формулой довольно-то тяжело работать. Значит, опять-таки, что это за формулу? Это сумма, взятая по всем точкам, которые у нас есть. Что такое среднее значение? Надо взять вероятность. Умножить на такую штуку. x1 минус среднее значение величины. Так, среднее значение я вообще-то уже написал. Что такое x1? x не один, конечно, а отлично k. Спасибо. Сумма берется по всем k, по всем точкам нашего реакционного пространства. Каждый раз из значения величины мы вычитаем среднее значение, берем модуль, смотрим, насколько она отклонилась, и умножаем на вероятность. Так? Замечательно. Слушайте, почему в теории вероятности так фактически никогда не делают? Ответ очень простой. А потому что вот эта самая функция, она очень сложно устроена. Понимаете? Как выглядит график функции y равно x квадрата? Этот график выглядит вот так. Согласны? Он младкий. У него во всех точках есть касательные. Правильно? А как выглядит график функции y равняется mx? Это два луча. Правильно? И если вы заставите работать с модулем, то вы обнаружите, что очень многие вещи с модулем выглядят гораздо более трудными, чем с возведением в квадрат. Потому что, например, a плюс b в квадрате, это известная форма, a квадрат плюс 2, a b плюс b в квадрате. Так? А модуль? a плюс b. Что такое модуль? А плюс b. А все зависит от нас. Если a и b оба положительные, то это a плюс b. Если оба отрицательные, то это минус a минус b. Если дальше два варианта, понятно? Если один раз под знаками кто-то из них больше, господа, просто написав модуль суммы, мы получаем кучу вариантов. Это либо a плюс b, либо минус a минус b, либо это b минус a, либо a минус b. Это написали всего лишь один знак модуля. Вариантов уже четыре штучки. Имеет смысл, не рассматривать за что, и имеет смысл вместо знака модуля написать возведение в квадрате. И это и будет та самая дисперсия. Вот она и получится. И это по определению дисперсия случайной величины. А вот это вот называется дисперсия случайной величины. Это есть среднее значение такой штуки. Надо от случайной величины вычесть среднее значение и развести в квадрате. У нас подняла форму. Оказывается, эта формула может быть записана чуть-чуть в другом виде. Смотрите. Мы умеем возводить разность в квадрате. Мы умеем возводить разность в квадрате. Что это будет такое? Разность в квадрате. Это хкатая в квадрате. Минус 2хкатая умножить на m, так? И плюс m в квадрате. Давайте я это аккуратно напишу. Итак, пкатая умножается на хкатая в квадрате. Минус 2хкатая умножить на среднее значение. Плюс среднее значение, возведенное в квадрате. Так. Я специально аккуратно ставлю новый стопок, для того, чтобы вы понимали, что здесь что. И вот сейчас мы эту штопку распишем на три суммы. В первую сумму войдут все такие слага. Во вторую сумму войдут все такие. А во третью сумму войдут все такие. Поэтому давайте прямо здесь напишем. Это есть сумма пкатая умножить на хкатая в квадрате. Это одна сумма. Отлично. Дальше. Минус 2. Так, обратите просто внимание. Среднее значение это не только конкретное число. Поэтому вообще-то его можно просто вынести со скобки. Поэтому так напишем. То есть сумма хкатая умножить на пкатая сумму по-прежнему от единицы по рогену и умножить на это самое наше рогеное. Так? Да или нет? Замечательно. И последнее, что еще будет? Плюс сумма чего? Эти самые хкатая. М от х, возведенная в квадрат, умноженная на пкатая, к пробегает по-прежнему значение от одного до одного. Да. Когда в квадрат возводим, это число у больше становится всего себя. А модуль это просто. В квадрат самостоятельно. Да. Это хорошая идея. Как нам тогда обратно? Да, да, да. Когда в квадрат возводим, большие числа становятся большими. Это вы начинаете рисковать вот эту форму, да? То есть, когда смотришь, если сейчас, когда смотришь на отклонение, то, казалось бы, надо отклонение учитывать, да? Ну, это некая плата за то, что мы плохо работаем с модой. Это во-первых. А во-вторых, как ни странно, иногда в жизни это важно. Потому что, смотрите, когда у вас маленькое отклонение, то очень часто оно нас, что-то, мало беспокоит. А когда большое отклонение, то это очень часто большая беда. Ну, вот представьте себе, на мне сейчас свитер, да? Представьте себе, что он там чуть-чуть на полмиллиметра сдвинется. Да вы даже не заметите. Так? Отлично. А что будет, если он сдвинется на метр? Ну, вообще-то это называется... Я снял свитер, правильно? Это он уже будет не на мне, а где-то толкнул. Согласны, что это принципиальная разница? В одном случае почти ничего не произошло, а в другом случае он был на мне, а оказался не на мне. Поэтому иногда, даже не иногда, а чаще всего, это здорово, что мы возьмем его. То есть большие отклонения будем сильно-сильно учитывать. А маленькие отклонения, наоборот, будем мало-мало-мало учитывать. Нет, это нормально, мне интереснее, чтобы вы сейчас не считали, ребята. Здесь осталось чуть-чуть. Здесь на самом деле надо посмотреть, что есть что. Вот, например, это что такое? Кто-нибудь мне скажет? Что такое сумма х-кады и б-кады? Это средняя. Конечно, средняя. Это просто то самое м от х. Давайте это зафиксируем. Это среднее значение случайной величины. Согласны? Отлично. Если бы вы мне еще сказали, а здесь у нас что? Иди, а вот здесь. Сумма квадрата среднего значения, умноженного на б-кады. Итак, сумма б-кады это что? Кравьи х-кады в квадрате ложь б-кады. Чему равна вот эта сумма? Здесь все время есть квадрат среднего значения, умножить на б-кады. Значит, можно этот самый квадрат среднего значения вынести за столбик. И что у нас будет? Просто именно из-за чего не делится. Квадрат среднего значения умножить на сумму всех чисел p. Чему равна сумма всех чисел p1, p2 и так далее, p1? 1. 1. Понимаете? Так, я все-таки боюсь, что это слишком важно, чтобы это вот так прям... Можно я перепишу один раз? Значит, я еще один раз это перепишу, и тогда у нас получится уже окончательная форма. Итак, смотрите, сумма, да? k в единице до n, это понятно. Здесь написано pкады и дискады в квадрате. Это все понимают, да? Дальше пошло. Минус 2, это вы мне уже сказали, вот это среднее значение умножить на среднее значение. Что это такое? Это, значит, получается, среднее значение, возведенное на квадрат. Так? Замечательно. И здесь что? Здесь плюс квадрат среднего значения умножить на сумму этих самых p. уже мне сказали. Чему равна сумма p? Сумма p равна единице. Значит, здесь минус 2 квадрата и плюс 1 квадрат. Что же это будет такое? Минус квадрат. Отлично. Значит, вот это вот все записывается как минус квадрат среднего значения. Отлично. А это что такое? Когда вы pкады умножаете на квадрат xкад, как это называется по-другому? А это называется квадрат. Среднее значение квадрата случайной величины. Вы же можете взять наши случайные величины и в каждой точке возвести в квадрат. Так? Так. Замечательно. А теперь, внимание, мы с вами получили равенную формулу. Получили вот такую формулу. Оказывается, дисперсия вычисляется не только вот так, сейчас буду пример. Но и вот так. Говорим? Когда как? Когда как? Иногда бывает одно речь, иногда бывает двое речь. Когда как?